Вот более подробно на эту тему поговорим с военным экспертом Сергеем Грабским, который уже с нами на связи. Сергей, рады приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот Лейла уже сказала о вышках Бойко. Знаете, это не всем будет понятно, да, это обозначение вышки Бойко, но скажем так, газодобывающие вышки, которые, насколько я понимаю, уже не работают, но все же они под контролем теперь украинских сил. А я напомню, что данный участок в Черном море был оккупирован Россией с 2015 года. Стратегически, Сергей, какое преимущество дают так называемые вышки Бойко и территориально, где они находятся, для понимания тех, кто не знает? Они находятся в оккупатуре Черного моря недалеко от побережья Крыма. Это нужно понимать, и, собственно, поэтому противник их захватил и пытался использовать, и использовал не только, скажем так, в целях добычи газа, но и как военный объект. И стратегически нужно понимать также, что эти вышки имеют довольно большое значение, а именно, на них размещалось радиолокационное оборудование, оборудование, которое позволяло противнику следить за обстановкой в Западной акватории Черного моря, ну и, соответственно, реагировать, представляя угрозу, очень серьезную угрозу для судоходства в этом регионе. С взятием под контроль этих вышек нужно понимать, что противник, ну как бы ослеп, ослеп, он потерял возможность отслеживать ситуацию, он потерял возможность наносить удары, чем, ну, как говорится, значительно облегчил задачу нашему судоходству и позволил, ну, скажем так, сделать перемещение судов в этой акватории более безопасным. То есть вероятность нанесения ракетных ударов по судам, которые перемещаются в этой зоне, несколько снизилась. Я не могу сказать, что полностью снизилась, но несколько снизилась. Таким образом, здесь мы имеем три эффекта. Военный, то есть мы устранили военную угрозу на этом направлении, экономический, мы позволили облегчить и расширить возможности судоходства в этом регионе. Ну, и информационный пропагандистский, который тоже нельзя отбрасывать в условия гибридной войны. А именно, противник понимает, что время освобождения Крыма уже очень близко, и украинские военные, ну, довольно так активно действуют уже в непосредственной близости от берегов Крыма. Ну, и давайте не забывать, была еще высадка наших подразделений в Крыму, когда был установлен флаг, это было показательное действие. Ну, а сейчас мы уже действуем абсолютно осознанно и уничтожаем радиолокационное оборудование противника в тех зонах, которые мы определяем, как зоны важные для операции украинских сил обороны. Да, добавлю вышками Бойко, тогда так называют, но на самом деле это такие самоподъемные буровые установки. Я к зрителям сейчас обращаюсь, особенности, которые нас смотрят в Российской Федерации, для вас, да, вот такой маленький комментарий. Это установки Петр Годованец и независимость были куплены при президентстве президента Януковича, когда Министерство энергетики возглавлял как раз нынешний депутат, однопартиец Януковича Юрий Бойко. По состоянию начала 2014-го они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их открыли поближе к побережью Крыма, на их место была отправлена платформа Таврида. И вот на днях, да, мы увидели действительно видео и увидели кадры, да, в Главном управлении разведки Украины показали видео уникальной операции в Черном море, как происходило как раз возвращение под контроль Украины выше к Бойко. И я напомню, также Россия как раз оккупировала газонефтедобывающую платформу относительно близко к береграм. Временно оккупирована Крыма в 2015 году, использовала их в военных целях. И тут внимание, там размечали вертолеты и средства радиолокации. То есть, Сергей, мы можем утверждать, что на самом деле вот эта операция, проведенная Главным управлением разведки Украины, это один из важных, скажем так, аспектов и направлений, которые были сделаны в разрезе полностью уже деоккупации всего полуострова. Без этого, скажем так, было бы сложнее эти процессы реализовывать. И я так понимаю, что в ближайшее время, возможно, в связи действительно с приближающимися процессами деоккупации Крыма, ряд таких операций разного направления, разного характера, но в отношении Крыма мы увидим еще. Да, безусловно. Безусловно, и нужно понимать, что я не зря упомянул нашу высадку в Крыму. Есть огромная необходимость ликвидировать угрозу непосредственно для Одесской области, а именно угрозу нанесения ударов противокорабельными ракетами «Оникс», которые серьезно беспокоили нас. Поэтому активные действия наших сил обороны на западном побережье Крыма будут продолжаться с целью, как я уже говорил, даже улучшить экономическую ситуацию в этом регионе, то есть минимизировать угрозу разрушения портов, которые противник сейчас активно задействует, именно наносит удары по портам в Одесской области, ну и ослепить противника, исключить возможность использования кораблей вообще в западной акватории Черного моря. То есть таким образом мы ослабляем возможность проведения так называемых пиратских действий против мирных судов. Сергей, еще один очень важный момент, уже отходя от вышек Бойко, что стратегически очень важно на самом деле, и вам за этот месседж отдельное спасибо. Еще один момент, который хотел уточнить. Очень много разговоров идет касательно атакам с дальнобойной ракетой, о которых Украина уже говорит очень давно. Но, опять же, военные эксперты, это и вы, Сергей, уже не раз говорили в нашем эфире о том, что эти ракеты позволят уничтожать глубокий тыл противника на временно оккупированных территориях Украины. Украина также уже очень хорошо использует шторм-шэдоу. Это тоже довольно-таки... Я не могу назвать их дальнобойными, если... Ну, там я не знаю категорию, но шторм-шэдоу отрабатывают очень хорошо. Это подтвердили... До 300 километров там. Да. А атакам, если не ошибаюсь, до 500, да? Ну, они тоже. Там же как раз 260, но там плюс. Они же говорят о том, да, что будут решать вопрос с радиусом дальности. Вот я просто не понимаю, а в чем тогда такой камень преткновения в этих атакам, со которых просят Украину уже давно? В принципе, уже есть аналогичное такое оружие. И Украина доказывает, что по территории России ударов не наносят. Только по территории оккупированных регионов, районов Украины. Не совсем. Не совсем. Нужно понимать следующее. Во-первых, как я уже говорил, неоднократно мир к такой войне не готовился. И, скажем так, что не существуют запасы этих ракет, которые исчисляются тысячами. Есть понятие приоритетности в Соединенных Штатах. То есть, во-первых, они должны обеспечить задачи своей обороны, задачи обороны союзников и по НАТО, и вне НАТО. И потом уже, к сожалению, потом уже обеспечивать потребности сил обороны Украины. Кроме того, в чем отличие именно Атакамс от того же самого Штормшеда? В алгоритме использования. Они используются в алгоритме поверхность-поверхность или земля-земля, если угодно. И для таких ракет существует общее ограничение. Это касается не только Атакамсов, но и других ракет не более 260 километров. Почему? Потому что это экспортное международное ограничение, которое делает невозможным использование ядерного заряда. А сами понимаете, что именно ракеты, которые действуют в алгоритме земля-земля, могут быть использованы для запуска ядерных боеприпасов. И для того, чтобы исключить возможность применения этих ракет с ядерной начинкой, ограничивается дальность действия. Ну и, в общем-то, у меня нет никаких сомнений, что эти ракеты будут переданы нам со временем. Но нужно понимать следующее. То, с чего я начинал. Этих ракет не очень много. Я, кстати, могу привести пример скальпов. То есть, Украине передали 80 ракет «Скальп», это французские ракеты. И казалось бы, ну что такое 80 ракет? Но нужно понимать, что всего у Франции их 400. Всего 400 этих ракет. То есть, количество очень небольшое. И Франция передала максимум того, что она смогла нам передать. С Атакамсом ситуация примерно такая же. То есть, необходимо развернуть производство, обеспечить потребности, в первую очередь, обороны Соединенных Штатов и выполнение их договорных обязательств. И потом уже рассматривать вопросы передачи этих ракет. То есть, процесс запущен, идет. И, кстати, та медийность вокруг этого процесса, которая сейчас наблюдается, свидетельствует о том, что решение рано или поздно будет принято. Конечно, нам нужно, чтобы это решение принято было еще вчера. Но ситуация выглядит так, как она выглядит на сегодняшний день. Поэтому мы должны набраться терпения, пожелать удачи нашим дипломатам и представителям Министерства обороны на переговорах и ждать, когда эти ракеты появятся у нас. А то, что они выполнят задачи и очень серьезные задачи, в этом нет никакого сомнения. Потому что, скажем так, наши традиционные хаймерсы принудили россиян отодвинуть логистику до 100 километров. Ну а здесь нужно понимать, что логистика противника будет оттянута на 200 километров. То есть, очень серьезно будет она ослаблена, потому что перестроить логистические цепочки россиянам будет очень-очень сложно. И, кстати, мы уже сейчас очень успешно действуем на этом направлении. Посмотрите на сводку потерь, которые публикует украинский генеральный штаб. И я отметил такую очень интересную особенность, что в последнее время количество уничтоженной автомобильной техники и топливозаправщиков значительно возросло. Что говорит о том, что мы абсолютно продуманно и последовательно уничтожаем логистику противника, а с атакамсами мы еще сильнее ослабим возможности противника вести боевые действия. Ну и плюс я маленькую ремарку. Я понимаю, что такое решение Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине атакамс. Ну вот тут абсолютно спасибо вам огромное, акцентировали внимание в определенном вопросе относительно количества. Но тут как раз Соединенные Штаты Америки станут все-таки таким в хорошем контексте этого слова триггером для той же Германии. Потому что есть в переводе тельцы, ракеты, Таурус, то, что они могут предоставить. Но там дальность все-таки до 500 километров. И вот тут как раз Германия и говорит, что если будет принято такое решение, правительство Германии об этом говорит. А тут мы можем вспомнить и визит накануне Аналены Бербак, что очень тоже важно. Много вопросов обсуждалось и о предоставлении и расширении помощи как раз со стороны Германии. Но вот как раз, возможно, Таурусы и еще бы могли поспособствовать и решить вопросы, в особенности с уничтожением складов и логистики российских оккупантов, что тоже очень важно. Ну, на самом деле, мы видим, что процессы идут. Насколько действительно возможно предоставление таких ракет в ближайшее время мы можем комментировать, анализировать, как эти процессы будут развиваться. У нас с вами сейчас осень. Есть информация о том, что как раз в конце осени могут эти процессы быть реализованы. Но не будем забегать наперед. Олег, давай тогда продолжение. Что ты хотел? Я хотел добавить еще и перейти уже плавно на ситуацию внутри Российской Федерации. Потому что видим, что продвижение как ни крути, но есть. Более того, заявление не военных экспертов, а лично президента Зеленского, касательно того, что идут обсуждения, касательно тех боеприпасов, которые нужны. Но добавим также, что Россия атакует Украину оружием, только что сошедшим с конвейера. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий во время встречи Ялтинской европейской стратегии. По его словам, Москва полностью перевела экономику на военные рельсы в прошлом году. И российский оборонно-промышленный комплекс пытается нарастить изготовление высокотехнологических видов оружия. И именно так, начиная с мая, россияне выпускают по Украине ракеты, которые изготовили в этом году. Скибицкий отметил, что для прекращения атак необходимо нейтрализовать выпуск российской военной продукции. Услышим прямую речь и обсудим. Мы работаем вместе с международным сообществом, потому что есть много аспектов. Это и международные санкции по поставкам соответствующих применяемых комплектующих элементов. Это перекрытие всех каналов поставок через другие страны, через некоторые государства, которые не присоединились к международным санкциям. И третий аспект военный – это нанесение ударов, уничтожение предприятий, которые производят смертоносное вооружение. Вадим Скибицкий, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины. Так а неужели еще остались рычаги влияния, рычаги давления у Европейского Союза, санкционные рычаги давления на то, чтобы нейтрализовать производство российского военно-промышленного комплекса? Ну, нужно понимать, что уже сейчас комплекс санкций, который задействован, приносит свои плоды, и, в общем-то, Россия имеет определенный потолок производства. То есть, да, они могут восстанавливать технику, но они не могут производить в промышленных масштабах технику нового образца. То есть, даже по показаниям британцев, если не ошибаюсь, Россия может производить до 200 танков в год. Это фактически потолок на сегодняшний день, который достигнут, и большего Россия пока достичь не может. Что касается производства вооружения и боеприпасов, то нужно понимать, что для наращивания производства нужно иметь соответствующие технологии производства. А с этим есть большие проблемы, потому что санкционное давление серьезно ограничивает возможности противника производить большое количество боеприпасов, допустим, даже тех же боеприпасов. Но самый простой пример, Россия пытается нарастить производство тех же артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов единиц в год, но при этом нужно понимать, что это и пока не удается, потому что нужно нарастить выпуск стали определенных марок, нужно нарастить выпуск элементов, которые также входят в состав боеприпасов, тех же латунных гильз, взрывателей и так далее и тому подобное. Необходимо наладить технологические процессы и, наконец, обучить людей, которые будут это делать на различных предприятиях. Этого у России нет, с этим Россия имеет большие проблемы, поэтому для нее этот процесс растягивается во времени, как минимум на 2-3 года, чтобы достичь таких результатов. Ну а санкции, они не допускают возможность быстрого решения этого вопроса. Понятно, что перекрыть на 100% производство невозможно, перекрыть серый импорт или нелегальный импорт невозможно, поэтому изыскиваются пути для ликвидации так называемых косвенных поставок, то есть поставок через третьи страны, потому что отслеживаются те партии элементов, которые могут быть закуплены и так далее и тому подобное. То есть работа ведется, это, знаете, такая незримая экономическая война на этом направлении. Что касается других направлений, то мы с вами обсуждали запуски беспилотников, в том числе по Москва-Сити. Мы прекрасно понимаем, что разрушение технологической цепочки может привести к остановке производства вооружения и боевой техники, поэтому те удары, которые наносят наши беспилотники по предприятиям на территории Российской Федерации, точно так же предназначены для того, чтобы минимизировать возможности по наращиванию производства систем вооружения и боевой техники. Конечно же, Россия имеет замкнутый цикл производства, конечно же, они будут пытаться делать это и наращивать это производство, но наша задача сделать это малоэффективным или в идеале невозможным. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы еще не затронули еще аспект борьбы с теми, кто действительно отвечает за это производство, именно ликвидация или нейтрализация, скажем так, тех инженеров, тех специалистов, которые занимаются этим производством, или даже переманивая их на нашу сторону, как это было сделано в случае с вертолетом Ми-8. Это еще, да, можем назвать такой спецоперацией, как мы можем предполагать, я не знаю, честно, но спецоперация Главного управления разведки, как ведется эта работа, насколько она ведется, потому что, ну, действительно, есть те, кто продолжает на территории Российской Федерации, все-таки, как вы сказали, инженеры, используя свои мозги, возможно, переформатироваться, перестраиваться, в частности, исходя из того, что на сегодняшний день не хватает все-таки и электроники, чипов, то, что можно было ввозить и как раз покупать у других стран сейчас в связи с санкционными ограничениями, и как раз то, что сделал 11 пакет, это борьба с вторичными санкциями, это обход, то, что Российская Федерация находила лазейки, но все же, видите, с конвейера им удается определенное количество того, что они, ну, скажем так, собирают, потому что это не производство, те же шахеды, в частности, ну, и судя по тому количеству, как они используют активно их в последнее время, это правда так и есть, да, вот можем только вспомнить, что опять происходило вот накануне по югу Украины, по Одесской области, это с использованием, опять же, шахедов, массированные и обстрелы, поэтому тут все-таки спасибо вам, что вы об этом говорите, что на самом деле это тоже может вылиться в определенный ряд операций, да, я не знаю, там, мозги, можем назвать эту операцию, как она будет развиваться, только тут можем предполагать и, значит, видеть в будущем не умеем мы с вами, хотя мы можем это анализировать, по крайней мере, а есть то, что происходит здесь и сейчас, о реальности хотелось бы поговорить, когда-то Валерий Залужный в интервью для Вашингтона Wall Street Journal, прошу прощения, сказал, что его раздражает, когда говорят, что медленно продвигается украинское наступление, вот мы сегодня говорили о таврическом направлении, говорили, что там 550-200 метров, это как продвигаются, бывают дни, когда продвигаются вглубь на более чем даже километр, я на самом деле уже не единожды говорила в эфире, я не измеряю украинское наступление в метрах и в километрах, потому что прекрасно понимаю, с чем могут, даже не то, что я могу только представить, представящим сталкиваются наши силы обороны Украины, но все-таки преодоление и подход к первой линии, прорыв первой линии на определенных направлениях произошел, но произошел действительно очень сложно, все-таки вопросы разминирования занимали огромное количество времени, но вот если мы говорим, хотелось бы также Сергей с вами поговорить о второй, о третьей линии, также мы давали информацию к генеральштабу вооруженных сил Украины, что как раз россияны относительно второй и третьей линии уделили не так много времени и не так много оборонительных сооружений, как это было сделано в отношении первой, в надежде все-таки, что первую не прорвут силы обороны Украины, но все же, с чем, по вашему мнению, могут столкнуться силы обороны Украины, где уже приближаются ко второй линии обороны, где уже, скажем так, столкновения определенные, что может вызывать и, скажем так, усложнять работу вооруженных сил Украины? Ну, нужно понимать, что, да, противник надеялся, что все-таки первые линии обороны прорвать неудатся, и поэтому он как бы сосредоточил основную массу усилий на наращивании оборонных возможностей именно этой первой или главной линии обороны. Сейчас он вынужден лихорадочно задействовать все наличствующие резервы и ресурсы для того, чтобы нарастить возможности второй и третьей линии обороны, резервных линий. Конечно же, сказать, что это ему удастся в полной мере сложно, и времени на это у него уже нет, находясь под постоянным давлением украинских сил обороны. Но, как бы, под словом, под понятием наращивания мы понимаем это и создание дополнительных инженерных сооружений, дополнительных линий окопов, траншей, опорных пунктов. Тут нужно понимать, что под словами лихорадочная подготовка понимается в том числе и хаотическое минирование, дистанционное минирование подступов к этим оборонным позициям для того, чтобы максимально усложнить работу нашим саперам, нашим подразделениям, которые ведут наступательные действия на этом направлении. Поэтому противник будет делать все возможное, чтобы удержать эти линии обороны. Но здесь уже фактор времени играет очень большую роль, потому что от того, как быстро мы подойдем к этим линиям и как быстро мы прорвем их, зависит вопрос подготовки именно уже последующей резервной линии обороны, которую противник пытается удержать всеми силами. Но, то есть, знаете, я хочу предупредить, что иногда существует такое мнение, вот прорвем главную линию, дальше будет легче. Легче не будет, потому что противник отчаянно пытается удержать на всех направлениях позиции, поэтому он пытается сделать все возможное, чтобы не допустить нашего дальнейшего прорыва. Поэтому мы внимательно следим за продвижением наших войск, понимая, с какими проблемами, серьезными проблемами мы сталкиваемся на всех направлениях. Благодарим вас за участие в нашем эфире. Всегда вам рады и рады в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Нашим зрителям напомню, что с нами на связи был военный эксперт Сергей Грабский. Не все темы, да, военного аспекта мы сегодня обсудили, в частности...